Всем привет, вы на канале Планета Земля и сегодня мы поговорим о варане. О ком? О вороне? Нет, о вороне мы уже говорили, а варан это варан. И сегодняшний рассказ будет не просто о варане, а о комодском варане. Это еще что за фрукт спросите вы? Он что живет в комоде? Скорее всего нет. И чтобы точно выяснить отличается ли варан от вороны, где живет и что делает и при чем тут комод, будет сегодняшний наш рассказ. Поехали. А есть ли на планете Земля драконы? И мне ответят конечно нет, драконы только в сказках. Ну хорошо, тогда сказка о драконе, который живет на далеком-далеком острове. Ни странствующих рыцарей, ни принцесс на этом острове совсем нет. Зато есть дракон, самый что ни на есть настоящий и совсем не сказочный по прозвищу варан с острова Комода. Он же Комодский варан или гигантский индонезийский варан или Комодосский варан или Комодский дракон. Ведь ящерицы семейства варанов, а аборигены островов, где он обитает, называют его Ора или Буяйя дарак, что переводится как земляной крокодил. Если быть точными, то в данный момент, кроме острова Комода, наш герой обитает еще на нескольких индонезийских островах. Комодский варан – это самая большая из ныне существующих ящериц и самый тяжелый современный представитель чешуйчатых. И узнали о нем не так давно. В декабре 1910 года в голландскую администрацию на острове Ява от управляющего острова Флорес поступила информация о том, что на окраинных островах Малого Зонского архипелага обитают неизвестные науке гигантские существа. В отчете Ванштейна говорилось, что в окрестностях, а также на ближайшем острове Комода, обитает животное, которое вселяло страх и панику у местных туземцев. По словам местных жителей, длина некоторых чудовищ достигает 7 метров, а 3- и 4-метровые боядора встречаются часто. Куратор зоологического музея при ботаническом парке провинции Западная Ява Питер Оуне немедленно вступил в переписку с управляющим острова и попросил его организовать экспедицию с целью добыть неизвестную европейской науке рептилию. Это удалось сделать. Хотя первая добытая ящерица имела длину всего 2 метра 20 сантиметров. В сопроводительной записке он сообщал, что постарается поймать экземпляр крупнее. Хотя сделать это непросто, так как туземцы панически боятся этих чудовищ. Убедивший, что гигантская рептилия не миф, зоологический музей командировал на флорес специалиста по отлову животных. В результате сотрудникам зоологического музея удалось добыть 4 экземпляра земляных крокодилов, причем длина двух составила почти 3 метра. Да и 3 метра это немало, учитывая, что это ящерица. На данный момент взрослые комодские вараны обычно вырастают до 2,6 метров в длину и весят до 60 килограмм. Самцы заметно крупнее самок и в некоторых случаях могут достигать по меньшей мере 3 метра в длину и весить более 70 килограмм. В неволе, где нет проблем с едой, эти ящерицы достигают еще больших размеров. Самый крупный известный экземпляр, для которого существуют достоверные данные, содержался в зоопарке Сент-Луиса и имел длину 3 метра 13 сантиметров, при весе в 166 килограмм. Длина хвоста составляет около половины от общей длины тела. Одного взгляда на гигантского варана достаточно, чтобы понять, почему его называют драконом. У этой ящерицы большая, широкая приплюснутая голова, сильная толстая шея, длинное цилиндрическое тело, широко расставленные конечности и мощный длинный хвост, толстые у основания и сужающиеся к концу. Само тело тускло коричневого цвета, а из головы время от времени показывается желтый раздвоенный язык. Все тело ящерицы покрыто сферической чешуей, которая действует как кольчуга. Чешуя очень устойчива к травмам, что является важным аспектом при борьбе за еду или самку. К тому же взрослых самцов на комода больше, чем самок. Так что бороться надо. Походка комодского дракона очень своеобразная. Его конечности отходят далеко от тела и раскачиваются из стороны в сторону при движении. Идет он как хозяин, как царь острова. Бояться ему некого. И если смотреть со стороны, не дай бог рядом, кажется, что он тяжеловат. И ходит он так всегда, если что можно и убежать. Пусть себе ходит важно дальше. Но не тут то было. Он может разогнаться до 20 км в час. Но это только в случае нападения. А так комодские драконы спокойно лежат вдоль тропинок и ждут, когда кто-нибудь пройдет достаточно близко, чтобы его поймать. Или выйдя из леса медленно направляются к пасущимся животным. Время от времени останавливаются и припадают к земле, если чувствуют, что привлекают их внимание. Диких кабанов, оленей они могут сбить ударом своего хвоста, но чаще они используют свои зубы, нанося один единственный укус в ногу или шею животного. Именно в этом кроется драконий успех. Кто разбирается в драконах знает, что они бывают разные. Одни дышат огнем, а есть ядовитые драконы. Вот и наш представитель без огня, но он ядовит и ему мало того, что в пасте шесть десятков острых и крепких зубов. Раньше был популярен миф о том, что в пасте у комодских варанов скапливается большое количество болезнетворных бактерий, вызывающих заражение крови у укушенной жертвы. Но в настоящее время это утверждение, базирующееся на недостоверных наблюдениях и считается неправильным. Он имеет две ядовитые железы в нижней челюсти, которые вырабатывают токсичные белки. Эти белки при попадании в тело жертвы препятствуют свертыванию крови, снижают кровяное давление, способствуют параличу мышц и развитию гипотермии. Все в целом ведет жертву к шоку либо потере сознания. А сами комодские драконы обладают высоким иммунитетом, препятствующим заражению ран. В 2017 году исследователи выделили мощный антибактериальный пептид из плазмы крови комодских варанов. Такой иммунитет позволяет комодским варанам переживать серьезные ранения при нахождении в неблагоприятной среде. И по итогу жертва либо теряет сознание, или возможно истечет кровью, или медленно умрет от инфицированных ран. Итог 1. А дракон не спешит. Он свое дело сделал. Такой же важной неспешной походочкой подойдет и съест. Только вас и видели. От пойманного животного останется не так уж много. В общем ничего, комодский дракон проглотит даже копыта, кости и кожу. И самое удивительное то, что при его технических характеристиках на этих островах вообще обитает еще хоть кто-то помимо него. На разных этапах жизни комодские вараны питаются самыми разными животными, как позвоночными, так и без позвоночными. В зависимости от размеров и возраста они могут поедать насекомых, крабов, рыбу, морских черепах, птиц, детенышей крокодилов, оленей, кабанов, домашних или одичавших собак, кошек, кос, крупный рогатый скот, лошадей, себе подобных. То есть они к тому же каннибалы. Да и туземцы не зря их так боятся. Значит есть за что. В общем все что бегает и летает. И хорошо, что они не совсем драконы и им природа не подарила крылья. То-то бы я посмотрел на седовласых людей с увеличенными глазами. Ко всему этому комодские вараны обладают очень хорошим обонянием. На запах падали или даже просто раненого животного порой собирается большое количество варанов. В местах кормежки чисты драки между самцами с целью установления и поддержания иерархического порядка. Как правило не смертельные, хотя в некоторых случаях проигравшие самцы все-таки бывают убиты и съедены конкурентами. А также намерено оттеснение регулярные попытки убийства и поедания более мелких и слабых варанов. За один присест голодный варан может съесть количество мяса равное примерно в 80% от массы его собственного тела. Вараны настоящие проглоты. Они едят примерно в 10 раз быстрее, чем в случае с хищными млекопитающими такого же размера. Например, одна самка комодского варана массой 42 кг съела 30 кг кабана всего лишь за 17 минут. А относительно небольшая добыча до размера взрослой козы может быть проглочена взрослой ящерицей целиком, чему способствует подвижное соединение костей нижней челюсти и вместительный растяжимый желудок. Съеденная добыча переваривается вместе с костями, однако перья, чешую, рога, шерсть, копыта варан попозже возвращают комками обратно, с мыслями не пошло. И после еды по всем правилам этикета вараны тщательно облизываются и вытирают мордочки об землю. Комодские вараны ведут одиночный образ жизни, встречаясь и взаимодействия друг с другом в непостоянных группах только во время кормежки или в сезон размножения. Половой зрелости вараны достигают приблизительно на пятый, возможно даже на десятый год жизни, до которого доживает только небольшая часть появившихся на свет дракончиков. А вообще с размножением у варанов все еще веселее, чем с едой. Во-первых, если девушке-воронихе хочется немного повеселиться, то она тоже сражается в брачный период наравне с мужчинами. Во-вторых, помимо традиционных игрищ, наши гости освоили партеногенез, то есть непорочное зачатие. Самка может откладывать неоплодотворенные самцом яйца, из которых благополучно вылупляются маленькие варанчики, правда только мужские особи. Для чего и почему только мужские — непонятно. При обычном зачатии самка откладывает до 20 яиц. Яйца достигают длину 10 см и диаметра 6 см, весят до 200 грамм. И какого они будут пола — зависит от температуры окружающей среды. Самка охраняет гнездо в течение 8 месяцев до вылупления детенышей. И насколько тщательно охраняет — проверять не хочется. Но самое интересное то, что появившись на свет, молодые дракончики быстро покидают мать и тут же взбираются на соседние деревья. Почему? Да просто чтобы избежать потенциально опасных встреч со взрослыми варанами. Молодые вараны первые два года своей жизни проводят в кронах деревьев, где они недосягаемы для своих же голодных сородичей, включая и родительницу. И по итогу получается, что с таким количеством скиллов наш дракон непобедим не совсем. На самом деле у комодского варана, конечно же, есть уязвимые стороны, как и у любого хищника. И главная из них — это кормовая база. Меньше лесов, меньше копытных. Меньше копытных — меньше еды для драконов. И как итог — меньше самих драконов. Все это привело к тому, что численность комодских варанов на всех островах их обитания прилично сократилась. Сейчас вид процветает в заповедниках, куда туристов водят с большой осторожностью и оговорками, ибо вараны, возможно, никогда не против разнообразить свой рацион. Документально подтвержден лишь один случай убийства и поедания человека комодским вараном. Но местные жители из прилежащих деревенек утверждают, что драконы регулярно крадут минимум одного заплутавшего аборигена в год. Но несмотря на все хищнические замашки комодских варанов, на сегодняшний день комодские вараны защищены индонезийским законодательством и ради их сохранения был создан целый национальный парк комода. Да и так для людей, покрытая словно панцирем, огромная голова с недобрыми не мигающими глазами, зубастой разинутой пастью, из которой высовывается раздваивающийся язык, является живым воплощением образа вымерших чудовищ далеких эпох. Можно только поражаться, как подобные существа смогли сохраниться в наши дни практически неизменившимися. И тут возникает понятие как островной гигантизм. А вы знаете, что такое островной гигантизм? Это настоящий биологический феномен, явление при котором величина мелких видов животных, обитающих на изолированном острове, крайне быстро увеличивается с каждым последующим поколением. И по сути варан изначально мог бы быть маленьким и потом стал большим. Так вот комодский варан не является примером островного гигантизма, поскольку вопреки распространенной ранее точки зрения он является представителем обособленной эволюционной линии гигантских варанов, возникших в Австралии, а не уникальным продуктом эволюции на изолированных островах. Ученые-палеонтологи считают, что 5-10 млн лет назад предки комодского дракона появились в Австралии. Это предположение хорошо увязывается с тем, что единственный известный представитель крупных присмыкающихся Мегалания Приска размерами от 5 до 7 метров и весом в 650-700 кг была найдена именно на этом материке. Мегалания, а полное название «чудовищные рептилии» можно перевести с латинского языка, как «великий древний бродяга», предпочитал также как и комодский варан селиться в травянистых саваннах и разреженных лесах, где охотился на млекопитающих, в том числе и на очень крупных, такие как депротодонты различных рептилий и птиц. Это были самые большие ядовитые существа, когда-либо существовавшие на земле, но эти животные вымерли и их место занял комодский дракон. И теперь именно эти рептилии манят тысячи людей приезжать на забытые временем острова, чтобы увидеть и пощекотать себе нервы в естественных условиях на этих бескрылых драконов из древнего мира. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля